Всем привет! Обновление Борнео в игре уже довольно давно, но время для создания видео появилось только сейчас. Зато теперь никто не скажет, что из-за меня что-либо порезали или порежут. На этой базе действительно очень много опыта дают почти все рыбы, поэтому данное видео я решил сделать необычным. В первой части видео будет самая быстрая, почти моментальная прокачка разряда до 30 на новом аккаунте, а у второй уже более конкретная ловля нескольких видов для прокачки на любом разряде. Перед началом видео не забывайте поддерживать лайком и подписываться на канал. Всем приятного просмотра! Начнем с нового аккаунта, который уже появлялся на недавних стримах. Я купил путевку на Борнео на 3 игровых дня, думая, что этого как раз хватит. Но прокачал 30 разряд для вступления в свою команду буквально за несколько рыб, учитывая то, что часто отвлекался от игры. На самых низких уровнях вы можете использовать икру со дна на любой локации и везде у вас будет клевать различная мелкая рыба, насыпая при этом очень много опыта. Для большей эффективности прокачки опыта лучше ловить на поплавочную снасть, выставляя нужную глубину под определенную ямку. Лучшие локации для такой ловли – птичий берег, рыбный канал, упорома и джунгли. Чтобы получать еще больше опыта можно использовать отвар мастерства или бомб, а также алкоголь. Из интересных рыб на икру попадаются, например, мазхиры оранжевополосые, креветки хоббита и улитки. При спиннинговой ловле вы можете использовать абсолютно любые поролонки и икстейлы, и везде будет клевать какая-то рыба, дающая очень много опыта. Особенно рыбы, включенные в квест с редкостями, но не дающие очков редкости, например, виттина или краб. Самая популярная блесна, наверное, икстейл 14 и маленький на медленной проводке. Причиной тому стали частые поимки редких змееголовов на эту блесну. В целом на Борнео нет границ экспериментам как с блеснами, наживками, так и с локациями. Самая же интересная часть этого видео – это промысловые виды рыб, которые дают очень много опыта и, как оказалось, очень активно клюют. Это макрогнатусы, угри болотные азиатские и сами нихофа, ну и весь прилов, который идет к ним. Локация, рыбный канал и точки я разловил очень быстро, прикормив их ханис плюс головастик и ваниль. Для получения большего количества опыта использовал поплавочные снасти, но не пил бом и не использовал алкоголь. Половив для видеоролика пару ночей удалось добить 151 разряд, а это более 50 миллионов опыта, что почти соизмеримо с ловлей фенвала на средних удочках и выглядит куда лучше, чем в ловле касатки на слабых палках. В дневное время на этой же локации можно ловить на две наживки и на спиннинг. В качестве наживки может быть головастик, улитка или пиявка. Ну а блесну уже подбирайте сами, это может быть любой экстейл или поролонка. Я долго задавал себе вопрос, почему на этой базе спустя даже 2 месяца столько рыбаков и почему активность на этой базе не уменьшается. Но половив для этого видеоролика рыбу на этой базе мне зашло. Просто приятно ловить рыбу, которая дает опыта за пару килограмм по несколько миллионов, так она еще и стоит неплохо. Было бы интересно увидеть эту базу доступной с какого-нибудь сорокового разряда как Байкал, но к сожалению приходится покупать путевки, причем чаще всего за реал, ведь этих путевок в игре очень мало. Думаю, что это видео понравится многим новичкам и если вдруг наберем более 150 лайков, то я сделаю еще одну часть, уже с другими рыбами, которые тоже дают возможность очень быстро прокачиваться. На сегодня все, спасибо всем за просмотренное видео, не забывайте прожимать лайки и подписываться на канал. Всем мира и добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...